Если Путину понадобится стать убернационалистом, он им и станет. Одна часть рта Пескова говорит одно, а другая часть другое. Сроки против слова, они больше, чем сроки против убийств. Такая совершенно сталинская смена элит. Если понадобится, и нормальная жизнь станет преступлением. Когда система диктаторская начинает жрать, она начинает жрать все. Это все такой выхлощенный сталинизм, который будет наполняться идеологией. Даже если мы убиваем людей, у нас есть величие. Добрый день, добрый вечер. В зависимости от того, где и когда вы нас смотрите. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Сегодняшний мой собеседник, вернее, собеседница Нина Хрущева. Хорошо вам известно Нина Хрущева. Профессор университета новой школы в Нью-Йорке. И не подумайте, что мы будем говорить только об Америке. Анин, добрый день. Я действительно, конечно, Америку мы, наверное, тоже затронем. Даже без нее. Сейчас все говорят об этом. О борьбе никто не может предсказать. Харрис или Трамп. И в качестве, кстати говоря, нам предъявляют вот эти президентские выборы, не только эти, американские, как пример и образец, я бы сказал, политической жизни. Вот такой должна быть политическая жизнь. Конкурентной борьбе и так далее. На этом фоне в России нет выборов, нет ничего. Но у меня, тем не менее, как к наблюдателю, который тем более сейчас находится в России, у меня к вам, тем не менее, вопрос, может быть, несколько неожиданный. А есть ли политическая борьба сейчас в России? Здравствуйте. Спасибо большое. Да, действительно, в Америке 8 дней осталось, кажется, до 5 ноября, осталось до выборов. То есть все очень напряжены. Ну, я бы не сказала, конечно, что американские выборы – это огромный пример политической борьбы. То есть это действительно пример политической борьбы. И они действительно во многом и в основном даже свободные, открытые и прозрачные. Но политическая борьба уже тоже довольно нерациональная в последние много лет, а такая более пиарная, скажем так. Так что, в общем, американские выборы в этом смысле не пример демократическим выборам. Тем демократическим выборам, о которых когда-то говорили, и которые действительно являлись каким-то образцом много-много лет назад. Ну, знаете, в вашем вопросе даже нет ответа, что какая политическая борьба в России, когда даже выборы, если мы говорим о выборах, и вот, например, были выборы только что в сентябре, муниципальные и так далее. Это же не были выборы, свободные, несвободные. Там, да, действительно, какие-то были кандидаты, но на самом деле ясно было, кто такие кандидаты. И в основном, я помню, когда я читала репортажи, с радостью говорили, вот, победили в основном кандидаты «Единой России». А какие кандидаты не в основном будут побеждать «Единой России»? Там КПРФ еще где-то что-то. Но, в общем-то, конечно, победили и не победили, потому что выборы в России за последние годы, но уже и за последние довольно достаточное количество лет, это не выборы, а это празднование принятого статус-кво. То есть спускают сверху решение, кто будет и как будет президент и все остальные. А дальше вот это вот все оформление выборное – это уже празднование того решения, которое людям дали. То есть вот эти, особенно я смотрела на выборы и на участки, и вокруг, всякое было празднование в Москве. Это уже радость того, как мы будем праздновать то, что нам дали. И вот там и мороженое можно выиграть, или там какие-то призы можно выиграть. И, в общем, целый день карнавала. То есть в этом смысле это очень похоже на… Ну, во-первых, и на моей памяти это очень похоже на всю советскую формулу, когда ты приходишь голосовать, потому что это было обязательно. Сейчас это хотя бы не так обязательно. А приходишь голосовать. Я в школе училась, в мою же школу. Там стояли старые партийцы, поздравляли друг друга с праздником. Я помню, я как-то спросила у одного из этих партийцев, какой сегодня праздник. Он сказал, сегодня выборы. Я говорю, да, но это же один кандидат, что мы выбираем? Он сказал, что нечего такую крамолу разводить, и вообще вот пойди, там бутерброды дают с какой-то рыбой, которую в другое время в магазине купить нельзя. То есть вот это примерно такая формула, когда власть тебе сказала, что, а дальше ты… Дальше ты… Ну, поскольку сейчас страна вроде побогаче, то и праздники, и раздачи слонов побольше. Но свободные выборы, знаете, это такая вещь. Ну, в общем, и как мы с вами, по-моему, много раз говорили в других программах, выборов в том виде, в котором понимают их демократические страны, во всяком случае президентских точно, свободных выборов, не сделанных выборов, не прозрачных выборов в России не было никогда, даже когда выбирали Ельцина, и делалось вид, что это на самом деле более свободно, чем что-то другое. Какая вы, оказывается, была смелая девочка? В смысле? Ну, спрашивали там, как-то один кандидат. Это вас дедушка научил? Нет, дедушка нас не научил. Это уже был, как бы, конец брежневизма. И уже он когда-то так, как-то уже было ясно, что он погибает. Помните, они делают вид, что они нам платят, а мы делаем вид, что мы работаем. То есть уже, в общем, это было как раз, уже был Афганистан. Это я помню, что это было после Афганистана. И как раз народ, в общем, поднимал голос, как вы помните. И даже какие-то были протесты, демонстрации, маленькие, но всё-таки были. И можно было спросить у какого-нибудь старого большевика. Но это уже не были старые большевики, старого коммуниста какие-то. Как вот вы, например, объясняете этот праздник? Так что это как раз вот в то время уже, будем честны, в начале 80-х, это уже, конечно, никакой смелостью это не было. Ну да, ну хорошо. Но разговор не об этом. Ну, смотрите, вы мне, конечно, ответили, с одной стороны, на вопрос. С другой стороны, нет. Потому что я, конечно, никаких выборов нет, это всё понятно. Кстати, ваша критика американских выборов, я надеюсь, я даже не то чтобы испугался, но заволновался. Думаю, сейчас нас с вами будут обвинять в том, что мы, значит, сейчас буржуазную демократию начнём критиковать. А это косвенно, значит, защищает нашу суверенную демократию. Но американские выборы не образец, как вы сказали, но наши ещё хуже, это называется, да? А можно я сейчас, извините, ради бога, я хочу на это ответить, на то, что критика демократии, критика американской, любой другой демократии, это каким-то образом поддерживание Путина. Это, на самом деле, совершенно тоже такой же пропагандистский подход, потому что от того, что критикуется что-то, это совершенно не значит, что оно критикуется в поддержку чего-то другого. А как говорил это Черчилль, говорил, не помню кто-то, что все формы власти ужасные, но демократия просто лучше, чем другие. То есть у неё огромное количество недостатков. И когда я говорю, что выборы в Америке одна из проблем, выбирайте сердцем, помните, был у Ельцина такой лозунг, выбирайте сердцем или выбирайте теми, выбирайте по поводу того, кого поддерживает Тейлор Свифт или какие-то голливудские звёзды, это, в общем, тоже не подход. Хотелось бы, чтобы народ подходил к этому более рационально. Это совершенно не значит, что то, что там не идеальные выборы, это таким образом оправдывает абсолютное отсутствие формулы выборов, нормальной выборов, формулы нормальных выборов в России. И я, кстати, всегда, и вам тоже, мы с вами про это часто говорим, я всегда возражаю, что это как бы, если кто не с нами, тот против нас. Совершенно нет. То есть критиковать нужно всё, и нужно понимать, что ничто не идеально, но есть варианты лучше, есть варианты хуже. Но если мы не будем критиковать эту систему, таким образом, на самом деле, с моей точки зрения, это только даёт амуницию противникам, потому что тогда, говорят, вот, они считают, что там всё хорошо, а там вот посмотрите, какие недостатки. А недостатков вполне достаточно. Да, но вернёмся к политической борьбе. Когда я вас спрашивал про политическую борьбу, я, конечно, не имел в виду выбор. Но, может быть, я ошибаюсь, но вот наблюдая за теми информационными лентами, которые более или менее адекватно отражают процессы, происходящие в России, я вот в последнее время начинаю всё чаще и чаще задумываться над тем, что, то что, опять же, если мы Черчилля вспоминаем, как-то он называл, кто там собаки или кто там под ковром, между собой берутся, да. Вот то, что под ковром, не на выборах, не на открытых и общедоступных выборах, а под ковром в России идёт некая политическая борьба. Да, конечно. И это, кстати, на самом деле, вы говорите, вы не хотели говорить о выборах, вы как раз хотели говорить, по-моему, о выборах, потому что это и есть вот то, когда у тебя нет открытого политического процесса, то он не может, его не может не быть. Он всё равно, это люди, люди, у них есть процессы, которые там кто-то соревнуется, кто-то против кого-то и так далее. Он уходит под ковёр. И в этом, конечно, невероятная опасность, опасность, потому что мы совершенно не понимаем, то есть мы понимаем, но догадываемся в основном, кто и как. И, конечно, как говорится, про это всегда говорят, что одна башня борется с другой башней, кто-то побеждает, кто-то не побеждает. И мы действительно видим вот этот странный русский политический процесс, даже, я бы сказала, сейчас почти приобретающий форму такого знакомого нам сталинского политического процесса, когда какие-то группы или какие-то люди уничтожают других людей, вдруг там, я не знаю, министр иностранных дел теряет всех своих заместителей, или министр, бывший министр обороны теряет заместителей, а потом ещё оказывается, что то, что позавчера считалось просто проявлением невероятного патриотизма и какой-то такой серьёзной государственности и религиозности, это создание парка патриота, церкви там, где там Путин и все остальные присутствуют на иконах, вдруг, оказывается, это всё было сделано для того, чтобы украсть. И таким образом просто летят головы. То есть, да, политическая борьба приобретает такую форму уродливого наказания по выдуманным или невыдуманным обвинениям. Или по обвинениям, которые невыдуманы, но ещё позавчера не считались преступлениями в этих верхушках, а сегодня считаются. Но это, естественно, не мне вам говорить, вы это прекрасно знаете, ещё лучше меня, что это части как раз одного и того же процесса. То есть, если у вас нет прозрачности, то всё это выходит, то есть вот одна сторона медали – это прозрачность, другая сторона – это подковёрность. Или одно, или другое. И, естественно, поскольку в России отсутствие, абсолютное отсутствие прозрачности политического процесса, то дальше подковёрность занимает всё пространство, а дальше его нужно каким-то образом оформлять. Там где-то коррупция, где-то нарушение государственного долга, где-то там ещё что-то и так далее, и так далее. Но это, в общем, всё, конечно, как бы формула диктаторского правления, никуда от этого не денешься. Ну, вот смотрите, просто две новости сегодняшнего дня, сегодняшнего утра, я бы сказал. Одна новость – арестован, ну, не арестован, не знаю, может быть, арестован, не арестован, не в общем, завели дело, короче, на очередного генерала, очень высокопоставленного управления связи, главное управление связи, значит, Министерства обороны по вооружённых сил, значит, завели уголовное дело. Другая информация – какой-то морпех, морпех российский, не американский, не подумайте ничего плохого, какой-то морпех претендует, значит, на мэра, не помню какого города в России, ну, средней величины. Это то, что происходило в 30-е годы в Советском Союзе, это то, что называется смена элит. Вот, да, вот я про это и сказала, да, конечно, это смена, тем более, что Владимир Путин сказал, что нам нужны элиты из участников СВО, и вот теперь жога становится, где он, в Екатеринбурге, да, в Уральске, в Уральске, в Уральске, в Уральске, да, морпех претендует на мэра, ещё кто-то претендует. И так далее. Да, и так далее. По-моему, где-то неделю или сколько-то времени назад, забыл, кажется, Песков это сказал, что тоже интересно, потому что один часть, одна часть рта Пескова говорит одно, а другая часть другое. Он сказал, по-моему, это он был, он сказал, что это не значит, что все участники СВО должны становиться, должны становиться руководителями. То есть, с одной стороны, как бы посыл президента, что да, а с другой стороны, вроде нужно их ещё понимать, есть ли у них, помимо того, что они участники СВО, есть ли у них ещё другие, другие качества, которые должны привести их или должны показать, что они действительно могут быть лидерами. Ну, в общем, да, это вот то, что это такая совершенно сталинская смена элит. Правда, ещё пока мы не дошли, то есть мы, они сегодня, не дошли до того, что у Сталина летели не только подчинённые, что тоже было, то есть все вот эти, как бы, винтики до высокого ранга, но и сам высокий ранг. И, конечно, тут в первую очередь приходит в голову НКВД, когда Ежов сменял Ягоду, а Ежова сменял, кажется, Абакумов, да, потом Абакумова сменял Берия и так далее, и так далее. То есть там ещё висели, летели все главные головы. То есть пока главные головы находятся на скамейке запасных, то есть их ещё берегут, как бы своих не бросаем, что называется, что, в общем, многие годы было было лозунгом Путина в определённой степени. Но да, смена элит и смена лояльных элит, потому что именно так делался сталинизм. То есть убирались там люди более квалифицированные, заменялись на, как они тогда назывались, младосталинцами. Младосталинцы создавали свои собственные, свои собственные конгломераты людей. И таким образом, в общем, вот это вот, как так называемое, как оно называется, социальный лифт, политический лифт, он работал таким образом. Но это тоже, опять возвращаясь к выборам, это тоже совершенно невероятно, потому что вы, мы, они, социальные лифты делаются не на основании тех людей, которые действительно способны что-то сделать и имеют возможности и умственное развитие, а социальный лифт определяется репрессиями, запрещениями и лояльностью. То есть социальный лифт, это лояльность и вот как бы политические требования. То есть участие СВО, это дальше открывает дороги, я не знаю, там семей к образованию и так далее, и так далее, и так далее. Так что это, конечно, воспроизведение не в абсолютной форме, не в абсолютной формуле, но воспроизведение вот этой такой сталинского продвижения, что в общем, в принципе, форма диктатуры, это даже не обязательно должен быть Сталин, это просто так, так действует диктатура. Она снимает, возможно, нелояльных и заменяет их на сегодняшний момент лояльными. И опасность этого, что если диктатура продолжается, то дальше начинается новая замена новых лояльных, потому что те, кто были лояльными раньше, приобретают свои собственные вот эти вот возможности, дальше начинается их новая подковерная борьба и так далее, и так далее. Кстати, по поводу Сталина, довольно любопытный социологический опрос. Ну, Анатолий Алексеевич об этом рассказал Валерий Федоров и глава Овциома. Да, это вполне такая провластная социологическая служба. Он довольно интересная здесь вещь, буквально тоже в эти дни где-то выступая рассказал о том, что, судя по социологии, судя по опросам, о Сталине, о сталинизме очень любят говорить у нас народ, да, обсуждать это, но когда спрашивают, хотели ли бы вы жить в условиях сталинизма, в общем-то, большинство говорит, что нет. Ну да, но это, кстати, это не недавние опросы, это так было всегда, то есть, когда Сталин начал подниматься, это уже было с 2005 года, вот мне всегда интересно, как говорят, начинается возрождение сталинизма, ребята, он начинался еще с 2005 года, когда стали ставиться первые памятники, и делали опросы, как вы помните, и больше 50% считало, что Сталин был, помните, по-моему, кажется, имя России или что-то такое, кто-то, да, помните, тогда, пришлось разбавить, потому что еще тогда было неудобно. Александр, Александр, Александр Невский, совершенно верно, вот да, 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 это было еще когда-когда, то есть, а сейчас бы даже никто бы не стеснялся сделать Сталина, сделать Сталина именем России, то есть, это, в общем, этот процесс идет, но и тогда, и сейчас, конечно, когда спрашивают, хотели бы вы жить при Сталине, говорили, что нет, не хотели, но хотели такую, хотели бы такую же сильную руку, вот примерно так, то есть, сильную руку, но уже в современном оформлении, хотя тоже никто не знает, что значит современное оформление, значит, если Сталин великий лидер, так давайте тогда ГУЛАГ настроим. Сильная рука, значит, сильная рука, но не расстреливающая рука. Не расстреливающая, но это, кстати, вот то, о чем мы еще только что говорили, то есть, как бы все под, под, так скажем, эвфемизмом, скажем, те, кто сегодня Ежов, Ежов, Берия, не знаю, там, Молотов, Микоян, они, правда, не перестали существовать, хотя, хотя, и Молотов, Микоян, если бы Сталин остался жить, конечно, они тоже бы уехали бы в места отдаленные или даже бы потеряли жизнь, потому что их же и Молотов, и Микоян уже из всего исключили к концу сталинской, к концу жизни Сталина. То есть, я просто, я имею в виду, что не только-только КГБ, в смысле, НКВД и МВД, но и другие, и министры торговли, и министры иностранных дел, то есть, они все могли, все могли подвергнуться таким изменениям. Сегодня пока вот эти верхушечные, самые, как бы, главные головы, они пока сидят, но под ними уже, в общем, все развалилось и валится. И вопрос в том, насколько далеко это зайдет и полетят ли верхушечные головы, потому что, если полетят и заменятся на новых людей, которые служили в свой, или пока проявляют абсолютную лояльность, или, кажется, проявляют абсолютную лояльность, или есть уверенность, что они всегда будут проявлять абсолютную лояльность, тогда мы, конечно, будем говорить об абсолютном клонировании сталинской, но я еще раз говорю, что это просто нам знакома и близко сталинская форма, но, в общем, это абсолютно просто любая диктаторская форма. Да, но вы сами это несколько раз повторяли, теперь я вслед за вами, не только за вами, повторю, что в любой вот этой лояльной диктатору элите властной, всегда есть свой хручок. Да, всегда есть, и не только Хрущев, у Сталина, это же там Хрущев взялся белым. А нет, он потом как бы, он оказался тем человеком, который это продавливал, но это совершенно известно, когда Сталин умер, и когда они все объединялись в так называемое тогда коллективное руководство, я не помню, кто, кажется, по-моему, Клим Ворошилов, не помню, кто, боюсь ошибиться, кто-то сказал, Никита, не надо больше крови. То есть, это совершенно, и когда вот убили Берию, после этого особенно Никита, не надо больше крови. То есть, я думаю, что это больше, чем один Хрущев, и очень многие там, но это вот, как бы, поскольку в России вертикаль власти, и все-таки власть персоницировано, да, персоницировано, то, в общем, такие вещи, как это не кажется невероятно со стороны, это, в общем, все равно, в конце концов, решение одного человека, который от страха, от страха, от подхлимажа, от желания выслужиться, от желания задавить своего соседа вот в эту соревновательность, в которую почему-то как-то русский человек, особенно в политике, не верит, помогает строительству вот этого вот образа одного человека и образу этой, образу этой диктатуры. Но, безусловно, безусловно, я уверена, что там по коридорам в этих башнях, которые борются и ссорятся, уже довольно достаточное количество таких, как скажем так, собирательных Хрущевых или собирательных Маленковых или собирательных каких-то, кто не хочет больше крови. Ну, в том-то все и дело. И когда я вот... Поэтому я, собственно говоря, вас и спрашивал об этой политической, подковерной, безусловно, борьбе, потому что, ну, опять же, поделись собственным наблюдением. У меня такое ощущение, я не настаиваю, что это правильно, но проверить хочется, что Путин, может быть, догадывается, может, не догадывается, собственно говоря, где сегодня ему основная оппозиция. Потому что, значит, уже сколько, 20 лет считаем, сколько их 20, уже 25 почти лет, считается, что главная оппозиция Путину и главная... Это так называемые либералы. Да? Вот либералы, там, гайдаровцы, чубайсовцы, ну, и так далее, и тому подобное. Далее все по списку. Ельцинцы, 90-е это лихие, ну, и, в общем, все было плохо, а вот мы сейчас вас порядок наведем, вот это правильно. Но с либералами, в общем-то, разобрались, мне кажется, уже почти окончательно. Да? Я не очень верю в политические перспективы оппозиции, находящиеся, сплошные ция, оппозиции, находящиеся в релокации, да? Потому что это скорее такая информационная борьба, а не политическая, да? Но внутри, мне кажется, что если что-то и грозит сегодня Путину, угрожает не тому, что будет после смерти или там после его ухода, там, это можно спорить, куда пойдет Россия, да? Но вот сегодня, мне кажется, что основная угроза происходит от националистических сил. от повторения некоего нового пригожина. Да, конечно. То есть, тут тоже можно, мы же спекулируем это все. Но это тоже как бы вопрос, как бы формула диктаторской власти. То есть, она сначала уничтожает первую себе опасность, которая ее критикует. Критикует и говорит, что нам нужно больше этого, больше того, мы должны открыть это и все, пятое и десятое. Это от властителей дум, потому что в России всегда первая, как бы, вот эта совершенно невероятно традиционная культура. Вначале было слово, то есть первое, что делают, это уничтожают слово, а потом уже все остальное. То есть, как бы, сроки против слова, они больше, чем сроки против убийства. Вот что это, конечно, совершенно невероятно интересно, что диктатура больше всего боится словесной критики. Это, да, значит, с этим разбираемся. Но когда система диктаторская начинает жрать, она начинает жрать все. Она же не может остановиться, она скажет, все, мы сейчас разобрались, а сейчас мы вот сами построим светлое будущее. Дальше ей нужны новые и новые жертвы на костре вот этого вот вертикальной власти существования, существования этого одного человека, ради которого это практически все происходит. Дальше начинаются вот эти борьбы, как вы с вами сказали, башни более консервативные, менее консервативные. И дальше кто сильнее? И, наверное, опасность исходит из большего Пригожина или там, я не знаю, какого-то собирательного Дугина, который хочет, чтобы как бы вся Россия стала с бородами и практически ползла на коленях в любую церковь, которую откроют на каждом перекрестке. Наверное. Но у меня нет, я ошибаюсь, но у меня нет ощущения, что вот эти консервативные силы, потому что вся идея консервативных сил, они все равно в конце концов подчиняются государственной формуле. И государственная формула где-то с ними объединяется и, в общем, каким-то образом их все время пытается успокоить и подкармливает, чтобы они не вышли. Конечно, дальше это может, скажем, Пригожинский мятеж становится успешным, если за ним идут все. За Пригожиным не пошли все. И сам Пригожин в середине мятежа сказал, ну, вообще-то, я нам в самом деле не имею в виду. То есть, если то, что вы говорите сейчас, это вы, возможно, если у меня есть параллели, это параллель Фороса 91-го года. То есть, когда говорят, что власть слишком западное слабо, и мы таким образом вернем сильную руку. И Горбачева запирают, и дальше идет революция. Путин не Горбачев, поэтому я не совсем уверена, что может разыграться именно такая вещь. Еще и потому, что такой, если мы берем лидера, как Путин, ведь Путин может и ужесточиться. Это Горбачев не мог ужесточиться, потому что дальше, как он говорил, я не мог посылать танки в Восточную Европу, я не мог посылать танки в Германию, когда начали крушить Берлинскую стену, потому что я обещал Гельмуту, имея в виду Коля, что мы этого не сделаем. А Путин не такой лидер, то есть, если ему нужно будет еще больше крутить гайки, ему скажут, что это или ты сидишь там, или мы тебя свергаем, если не крутишь гайки, вы уверены, что он не будет крутить? Я, например, совсем не уверена. Поэтому я не совсем думаю, что вот та опасность, как мы ее понимаем, это и есть вот та опасность, потому что я думаю, что Путин будет, он будет способен пойти дальше, если от него подойдут, или ему намекнут, или ему покажут, как это полезно для его власти, для его силы, для его стабильности сидения, идти дальше. Ну, мне кажется, что он может эти гайки, если речь идет о либералах, так называемых, крутить действительно до отказа, до полного. А вот что касается националистических всех этих сил, мне кажется, там сложнее для него, потому что, с одной стороны, как вы сами сказали, они послужили во многом для него основой и таким, ну, в общем, основным контингентом идейным и политическим при 22-м году. Да. И он на эти силы опирался в первую очередь, когда он, когда объявлял вот эту пресловутую специальную военную операцию. Это с одной стороны, да, а с другой стороны он их пригрел, а дальше уже они начали играть самостоятельную игру. И он отказаться от них тоже не может, от идей «Русский мир», вот это вот, все эти, все эти, рассказывают. Тот же самый Дугин, кстати говоря, по поводу Дугина, он сейчас выступает, значит, с идеей, слово «идея» действительно плохая, ну, с инициативой. Какой-то высший, создать какой-то орган идеологический по контролю за идеологией. Мне кажется, Дугин, Дугин действительно идеолог, да, как он всегда, хотя мне кажется, что за всеми этими борьбой идей, в конце концов, идеи не существует сами по себе, у идеи есть носители, да, это конкретные люди, и борьба идей превращается в борьбу людей, и Дугин, Дугин, пробивая вот эти все, все вот эти, что там, бороды, бороды и косоворотки, он, в принципе, все равно, все равно ставит вопрос о власти. Ну, конечно, но я, честно говоря, просто я не совсем, я не совсем понимаю, в чем мы с вами не согласны. только в том, что, насколько я поняла, вы говорите, что для этих убернационалистов Путин может стать слишком модерирующим, да, а я считаю, что если Путину понадобится стать убернационалистом, он им и станет, и, конечно, будет играть или говорить в словах, у него будет такая модерирующая роль, которую потом Песков, его с одной стороны рта и с другой стороны рта, будет говорить, что все-таки ну мы не можем, ну мы такая важная цивилизация, мы уж не можем, ну там, да, мы согласны со многим, но тем не менее мы должны блести какие-то формулы. С другой стороны, у нас есть Медведев, который вообще никакие формулы не бледет, и сам он иногда в пиджаке, но часто мы его видим, часто, не знаю, часто, но несколько раз мы его уже увидели вот в такой сталинского типа, я бы сказал, китайского, такой, такой китайско-сталинской, такой мао-сталинской. Это же тоже не просто так, это же тоже образ, это тоже кто-то думает, что так полезно. Поэтому я как раз, я как раз вот эту вот идею, что Путину придет угроза с справа, по-моему, в России право, это не туда, угроза от консерваторов, для меня это не так убедительно, потому что я думаю, что если этому Кремлю понадобится приласкивать еще больше Дугина и давать ему больше возможностей, не знаю, там, создавать идеологии и так далее, это вполне будет сделано. а если это не будет там просто с этими, просто, как это называется, Петлюра, вот такого, на уровне Петлюровского, шашки на голо и все остальное, это будет только, только потому, что скажут, ну, все-таки мы страна, с такой историей, ну, нам неудобно, мы цивилизуем, но вообще мы это все, мы это все имеем в виду, так что тут, не знаю, как бы, угроза. Здесь просто вопрос, как я понимаю, вопрос состоит в том, как вы говорите, дойдет ли он, в конечном итоге, не остановится ли он ни перед чем и в конце концов превратится там в какого-то дуча, да, или все-таки он, все-таки надо отдать должное, если позволительно так сказать, а все-таки с тем же Пригожиным, с тем же Стрелковым, да, он все-таки им не уступает, он с ними, да, до какого момента он им, да, он будет с ними, ну, условно говоря, бороться, да. Ну, в моем опыте это все, это просто, ну, я уже про это говорила, Путин ждун, он не быстрый, он, правда, иногда обваливается, вот как с 24 февраля 22 года вдруг в эту самую, в такую, в яму, но быстро, чтобы, но вообще он медленный, но пока он идет именно в том направлении, когда закончатся ресурсы, закончатся люди, закончатся, вот сейчас опять став, не опять, а ставки, сколько, 21 процент, да, закончится возможность, закончится возможность платить, закончится, я не знаю, много, много чего, дальше будет выбор, вы будете разворачивать обратно или вы будете идти дальше по пути наибольшего угнетения, закручивания гаек, кстати, с моей точки зрения, вот эта голая вечеринка, которая произошла в декабре 23 года, это был первый главный свисток, звонок, что нормальность теперь как бы определяется тоже где-то в каких-то других сферах, то есть если вы хотите жить нормальной жизнью, то если понадобится, и нормальная жизнь станет преступлением, она станет непатриотичной, вот эти все заявления, как вы делаете концерты, когда у вас отечество в опасности, мне кажется, что это идет именно по этому пути, то, что это не идет по этому пути так быстро, как мы можем предполагать, и таким образом как бы считаем, что раз это не идет так быстро, это значит, оно туда может быть не придет, по-моему, ошибка, и мы про это с вами миллион раз говорили, это уже заезжая лягушка в кипятке, она по-прежнему, вся та же лягушка, которая еще пока не окончательно сдохла, но по-прежнему в том же кипятке, ее по-прежнему продолжают подогревать, пока она не сдохнет, а что она должна сдохнуть, это уже сейчас, по-моему, не как бы даже не вопрос дебатов, с моей точки зрения, то есть когда туда надо будет прийти, и необходимо будет, все туда придут и сделают, и все сделают преступлением, то есть в этом смысле это как бы идет по сталинским формулам, и, кстати, не случайно, поскольку, как вы знаете, я занимаюсь поп-культурой, она мне интересна, вот эти вот все парки Горького, мороженые стойки по Москве и повсюду с 50-ми годами, все эти календари, сейчас огромное количество календарей, там, жизнь в 50-х годах, какая была вообще потрясающая жизнь, не то слово, жизнь в 50-х годах, это такой выхолощенный сталинизм, то есть вы, то есть идеологии уже нет, но сейчас ее оформляют, как бы на картинке, оформляют по действиям и движениям, вот эти, я не знаю, там развлечения во время выборов в Москве были, просто вы идете, как карнавал, целый день карнавала развлекательных идей по поводу не выбора, а по поводу, как бы празднования того, что вам дали, это все такой выхолощенный сталинизм, который будет, по системе Станиславского, будет наполняться идеологией, то есть вы делаете действия, а потом у вас, по системе Станиславского, эти действия должны привести к каким-то эмоциям, то есть идеология выходит из действий, а не наоборот, но я думаю, что это как раз идет именно в том направлении, направлении абсолютизма. Ну да, ну посмотрим, конечно, но пока, пока Путин, потому что я смотрел в последнее время, смотрите, какая-то непонятная, вдруг возникла кампания антимигрантства, да, это при том, что тот же Путин, не только Путин, даже серьезные ученые говорят о невероятном, невероятном дефиците рабочих рук в России. Он вообще, он вообще давний дефицит рабочих рук, но сейчас он особенный, я так понимаю, что вот эта война, эта специальная военная операция не последний фактор в этом возникновении этого дефицита, да, и при этом, и при этом вы гнобите мигрантов, которые, в общем-то, кто будет кому-то работать, ведь еще и надо, да, уже даже коммунисты сообразили, уже КПРФ выступила против вот этих вот новых всех мер антимигрантских, понимая, значит, что за этим, за этим, в общем, какая-то идеология такого русского национализма, который противоречит, с одной стороны, там, Зюганов у нас в церковь тоже ходит теперь, вот, но с другой стороны, все-таки у них, все-таки они где-то не вычеркнули из своей идеологии, там, свой интернационализм, да, я имею в виду коммунисты, вот, как это, как это понять, да, с другой стороны, значит, вот это вдруг возникло, это уже сопротивление вот этому наступающему, наступательному русскому национализму, это компания против этого шамана, певец, какого черта ты, значит, приватизировал формулу «Я русский» и так далее, и так далее, теперь ему уже запрещают концерты, у него отбирают концерты, и он уже не знает, как вообще показать свою лояльность власти, что он с властью, а не там с каким-то, а не с одним из подковерных там этих псов, то есть идут такие вот на этой поляне националистической, как мне кажется, идут какие-то вот такие подспудные, которые прорываются наружу, какие-то такие довольно, довольно, ну, интересные, соответственно, интересные, соответственно, опасные процессы. Ну, да, но знаете, как у Булгакова, когда Берлиоз там рассуждает о Канте, говорит, что вы подтвердили формулу старика Эммануила по поводу, по этому поводу существования Иисуса. Это то, как раз, о чем мы говорим, что когда власть начинает жрать, она уже начинает жрать, она там и там вот этого рационального разделения на кого можно, кого нельзя, это совершенно как-то к ней абсолютно неприменимо. То есть, если начинают гоняться за возможными оппонентами, значит, начинают гоняться за мигрантами. Гоняются за мигрантами, потому что нужно отправлять на специальную военную операцию. Это тоже такая форма национализма, что вы там, если вы получаете русский паспорт, вы должны служить и так далее русскому паспорту. То есть, когда вы так говорите, вы говорите, то есть, не вы говорите, а как бы мы думаем, что там есть какое-то... В репрессиях есть рациональное зерно. Если репрессии начинаются, они начинают репрессироваться, вот то, о чем я говорю, начинают репрессировать всех, кто в этот момент попадается под руку. То есть, вот эти, например, лишения мигрантов российского гражданства за что-то, за какие-то вещи, лишения российского гражданства, применимо там, а дальше начнут применять решения российского гражданства к чему-нибудь еще. То есть, это также, опять же, вот эти вот сталинские формы, Они же тоже были абсолютно абсурдные, идиотические, не просто противочеловеческие, а противогосударственные, то есть противонародные, но одновременно по формуле того государства, которое они создавали. Даже если мы убиваем людей, у нас есть величие. То же, что вы говорили про мигрантов, можно применить и к интеллигенции, и технической, и литературной, и артистической, и какой угодно. И бизнесовые, и лучшие умы, все уезжают. Это разве хорошо для страны? Это очень плохо, но нам же это тоже всё равно, потому что мы сейчас что-нибудь кандово где-нибудь, и всё равно постараемся. То есть когда начинается охота на ведьм, охота на врагов, уже там рациональное зерно, кому это хорошо или кому плохо, выживите, потому что для государства лучше, чтобы этого не было. И насчёт шамана, кстати, вот это тоже интересно, потому что я смотрю на шамана, естественно, как формула пропаганды, и мне это было интересно. И мне кажется, это сломалось не потому, что он приватизировал «я русский» и так далее. Они сначала его быстро создали. Как вы помните, он был шаман по-английски, что уже само по себе, уже вот этот вот двуглавый орёл смотрит в одну сторону, в другую, у него абсолютная шизофрения. Прямо там. Если вы «я русский», так вы будете шаман, какой есть. И вообще, почему вы шаман? Вы тогда должен быть, я не знаю, там какой-нибудь Георгий Победаной. Ну и так далее. То есть они сначала создают, это действительно кидается как пропаганда, а дальше начинают думать, а это не подходит, а это не подходит. И дальше скандал же начался, он где-то должен был выступать за какие-то дикие миллионы, правда? Я забыла, где, в каком-то городе. Да, где-то 16 миллионов, где-то 18 миллионов. Да, где-то диких миллионов. И тогда, когда возник вопрос к его патриотизму. То есть если вы такой, и вы там служите, а это город, по-моему, там что-то какие-то произошли, проблемы, и вдруг они будут платить шаману. И вот это вот тоже, опять же, сталинская формула. То есть вы кидаете камень, просто случайно камень китайца в какой-то огород, вдруг там под лопухом или под листом капусты оказывается, я не знаю, клубника, и вы начинаете, как же так, на этом поле не должна расти клубника и так далее. То есть это когда сама система уже, она теряет рациональность, вот Медведев, это вообще Медведев практически нам ответ на всё. Она теряет рациональность настолько, что дальше не вопрос общего действия, а одно действие сразу требует следа. То есть он взял 16 миллионов, а раз он взял 16 миллионов, а почему он разводится? А он же наш русский, а мы за ценности, а как же он может быть наш русский? А вы неправильно вы создали кумира, надо создать новый, придёт какой-нибудь, я не знаю, там бородатый или я не знаю какой ещё. То есть это на самом деле так действует как бы тоталитарная поп-культурная формула, когда вы с одной стороны создаёте что-то такое, а потом начинается что-то такое, что кажется важным образом, а потом, когда вы идёте дальше в распространении этого образа, вдруг он оказывается нецелостным. И это становится, единственный человек, кого можно там, несмотря на ценности и всё остальное, я помню, когда Владимир Путин развёлся со своей женой, был огромный вопрос, вы такие, он уже тогда же был ценностный, тем не менее вы разводитесь. Но он развёлся, потому что Саркози развёлся, всегда Россия хотела быть как Франция и так далее. То есть там ещё эти вопросы задавали, но тихо. А про шамана точно будут спрашивать. Так что это на самом деле для меня это не, как бы, то есть, как сказать, последовательной рациональности в этом нет. Но русская формула вот такая, с одной стороны, с места карьер всё в разнос, и сейчас мы начали с одного, сделаем другое, а побежим к третьему, в образе шамана и всего остального, для меня вполне узнаваемая. Ещё такой вопрос по поводу, ну, связанный, в общем, с нашим разговором, по поводу взаимосвязи между суверенитетом, о котором чуть ли не каждый день там говорят наши власти в разных контекстах, да, вот мы суверенитет, и помните, ещё, по-моему, Сурковская ещё была формула, как это, суверенная демократия, то есть, у нас была в своё время там социалистическая демократия, теперь у нас суверенная демократия и так далее, и суверенитет. Но наша власть или она так понимает, или она хочет, чтобы мы так понимали, чтобы мы суверенитет воспринимали как изоляционизм. И вот когда Россия будет внутри себя, она будет суверенна, ни от кого не зависеть, но для этого нам не нужны все эти внешние влияния. С другой стороны, Путин, может быть, гривит душой, может, это дипломатия такая, он всё время повторяет, что нет, мы готовы сотрудничать с Западом, и, если честно, то я думаю, что им не просто готовы, а им нужно и хочется сотрудничать с Западом по большому счёту. Ну, абсолютно, конечно, им хочется, им нужно сотрудничать. Он всё время говорит, что мы будем на своих условиях, то есть им нужно, чтобы признали то, какие они, а дальше будем сотрудничать. То есть это, безусловно, так и есть. Кстати, вот сейчас по поводу выборов в Грузии, да, и Зорубишвили президент, и бывший президент Саакашвили, они сказали, что они эти выборы не принимают, и, в общем, Грузия должна вернуться на европейский путь развития, то есть она должна вернуться к тому, чтобы её приняли в Европейский Союз. И Мария Захарова моментально отреагировала, вот как раз она им дала полбу этим суверенитетом, сказав, что вот куда это там возвращаться, им возвращаться некуда вообще. Европа сама потеряла свой суверенитет, что у них миграция, а здесь куда возвращаться. Вот как главное, то есть страна будет страной и остаётся страной, когда она суверенна и ни от кого не зависит. И действительно, то есть они хотят, чтобы они как они, и дальше все признавали, какие они. Я думаю, что в этом это они и вкладывают в суверенитет. Но, конечно, дальше, когда суверенитет понимается в такой абсолютной формуле, дальше, конечно, начинаются неполадки с логикой этого определения. Например, когда недавно, по-моему, на Бриксе, после Брикса Путин сказал, что да, вот сейчас летают дроны, погибают люди, но сейчас лучше, потому что мы вот сейчас уже практически суверенные, лучше, чем было до 2024-2022 года, потому что тогда у нас не было суверенитета. То есть такая тоже формула, в общем, довольно интересная, что люди умирают, но есть суверенитет. А суверенитет заключается в чем? Вот в чем конкретно? Экономика хуже, жизнь хуже, дроны летают, от Европы отвернулись. То есть вот когда, например, американские СМИ все время говорят, что Россия стала изолированной, это тоже неправда, кстати, поскольку, видите, я всегда... Пропаганда, она заключается в том, что ты должен понимать образ мысли других людей лучше, чем даже свой собственный. То есть когда на Западе говорят, что Россия изолирована от Запада, да, но вот Брикс показал, что не изолирована от другого мира. То есть в этом смысле, наверное, Путин это имеет в виду, что вот да, пришлось сделать очень сильные шаги, и это, конечно, очень неудобно для народа, но я, как руководитель этой страны, для моего образа, я построил современный... Потому что нас теперь даже не уважают, это все равно не уважают, но во всяком случае, нас не уважают, но мы не позволяем себе быть придатком чего-то другого. Но это тоже такое абсолютно... Можно сказать, нас боятся, в общем. Да, нас опасают, потому что... Я имею это в виду, в общем. Да, да, что ты меня уважаешь, а дальше боишься, боятся, значит, уважают. То есть, как бы... Ну, это совершенно... Это, правда, сто раз про это говорили, но и про это не грех напомнить в очередной раз. Это даже не понятие не XIX века, как бы, великой державы суверенного государства, даже вообще XVIII, еще совсем старого. То есть когда до того, как все-таки страны начали как можно больше стараться с друг с другом вместо ведения войн, они все-таки старались друг с другом иметь другие, менее воинственные отношения. Ну да, то есть суверенитет в таком кондовом его понимании, потому что, например, если взять Южную Корею, это совершенно суверенная страна. Как она стала тем, чем она стала? Мы все говорим, мы не все, но многие говорят о корейском чуде. Какое было корейское чудо? Она просто абсолютно открылась миру и сказала, вот все же лучшее, что вы производите, мы у вас, мы хотим в этом участвовать. И таким образом действительно создали совершенно волшебную Сингапур. Тоже, в общем, суровые законы, но тем не менее экономически открытые возможности. Как вы знаете, паспорт Сингапура кажется, по-моему, чуть ли не более открытый, не более прекрасный паспорт, чем даже паспорт Швейцарии для путешествий и всего остального. То есть можно, это я к тому, что можно не обязательно быть такой как бы западной демократией в абсолютно западном смысле слова, потому что Южная Корея и Сингапур абсолютно не это. Но тем не менее можно все-таки не идти до конца в том, что вот ты всем отрубил руки и ноги и сказал, что вот вы как пласты лежите, а дальше эта страна будет зато при этом суверенной, но без всего остального. Так что да, они понимают суверенитет в том виде, в котором они понимают и все остальное, то есть в самых традиционных вот этих бородатых точек зрения. И плюс к этому еще то, что вы сказали по поводу дронов, которые летают, убивают, но стало лучше. Это, конечно, но это уже исторически, видимо, обусловлено. Вот эта очередная-очередная консервативная какая-то традиционная ценность – это абсолютное пренебрежение человеческой жизни. Да, абсолютно. Абсолютно, да, потому что когда в истории Второй мировой войны до сих пор мы ставим в вину западным союзникам, что у них мало погибло. Абсолютно. Да, Советский Союз, мы, мало того, что мы выиграли военную, сколько у нас погибших, мы гордимся, гордимся жертвами. Мы гордимся смертью. Это совершенно... Гордимся смертью, да. Абсолютно. И это, кстати, вопрос, вот я опять возвращаюсь к нашему началу разговора о Сталине, это когда государственность, даже не государственность, а властность, это даже не про государство, это про власть. Власть – это и есть знак суверенитета, ее существование, это суверенитет, это все остальное. Но это ценой людей. Вот это все, кстати, к вопросу о том, о мигрантах, о трудовом голоде, как вы сказали, о том, что нет кадров, о том, что можно миллионы или посадить, или вытеснить в другие страны, потому что они не согласны с вашей политикой, лучшие миллионы. Вот это все как бы один процесс. То есть Россия, как считала людей пушечным мясом на протяжении веков, не только Сталина, она так и продолжает считать. И это как раз вот в этот вопрос, для кого этот суверенитет, кому такой суверенитет нужен. Он действительно людям нужен, когда у них 100 миллионов шагов, чтобы, я не знаю, там, сделать бизнес, или все время говорят, помните, в начале всего говорили о новой экономике? Никто сейчас не говорит о новой экономике. Все говорят только о том, как бы выжить в этой экономике, что все изменилось, и как это все стало сложно, и как трудно бизнесам. То есть это все всегда про власть, и никогда не про человека. Ну, то есть, да, кто от этого выигрывает, это все тогда получается, что делать для Кремля. Да, власть, 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 власть. Всегда выигрывает, власть выигрывает всегда. То есть это как этот джекпот, Кремль берет все. Конечно, и поэтому, конечно, этот вопрос про суверенитет, он просто совершенно неверный, суверенитет от чего, от кого, для кого главное, для кого этот суверенитет. И Путин любит показывать роскошь России, да? Вот вы мне рассказывали про Петербург, дворцы петербургские какие-то, да? Вот чем сегодняшняя власть, ну, хвалится, можно сказать, да? Вот что она демонстрирует, как свое завоевание там, иностранным гостям. Вот смотри, какие у нас, не показывают нормальную жизнь людей, да? Или как у нас живут люди, да? У нас показывают, какие у нас дворцы. Ну, это же всегда так было. Я не знаю, вы же знаете эту потрясающую, ну, не потрясающую, просто смешную в какой-то степени, не смешную историю, когда в 59-м году приехал Ричард Никсон, вице-президент, с выставкой, американской выставкой. И он поехал там, он когда-то был, его родители были на Урале, он там был какое-то очень короткое время, когда ему было лет пять, потому что тогда был бизнес, золото добывающий какой-то, и они были специалистами. Он пошел в ту шахту, где они, я забыла, там Лена, Лена, Лена золото, или как, не помню. Он пошел в ту шахту, а потом он пошел, хотел пойти в магазин, и там в этом магазине привезли все товары, а потом он сбежал от цвета и пошел в другой магазин, где никаких товаров не было, и так далее, и так далее. То есть это показуха, это вообще, давайте скажем так, Потемкинская деревня, это наше все, это вообще первое дело во все времена. И как раз вот Екатерининский дворец, про который действительно я там только что была, он меня потряс, он действительно просто, я даже, когда я увидела этот огромный приемный зал золотой, у меня перехватило дыхание от грандиозности его. Если вы его показываете исторический, то есть в Букингенской двореце, там какие-то дворцы в Лондоне, они, между прочим, тоже не простые, там не палки лежат. И Версаль тоже есть. Да, и Версаль тоже, между прочим, не что-то такое заштатное. Но исторический, ради бога, но они же к этому относятся как... К отбиванию сегодняшнего дня. Да, как к какому-то индульгенции на сегодняшний день. И вот в этом проблема. Потому что исторический, ради бога, конечно, ради... Пожалуйста, и это потрясающе. А Екатеринский дворец показывается, там идёт приёмы гостей, как будто это вот просто мы сейчас... Вот я вам говорила, я была в Туле, и там, в общем, гордятся русским оружием. И у меня такое впечатление было, разговаривая с людьми, что Пётр Первый умер вчера, вот он завещал, даже он не успел завещать, он просто умер вчера, сделал последнюю пушку при нём. А вот сейчас при Путине уже сейчас продолжают делать другие пушки. То есть история перестаёт быть историей. История становится индульгенцией на действия настоящего. А история – жестокая, кровавая вещь. Если брать оттуда вот эти величественные, но кровавые и убийственные формулы, в общем, можно привести к... Может и приводит к огромным проблемам в настоящем. Ну, а под конец, скажите, ответьте на один исторический вопрос. Я довольно хорошо... Я читал и ваши книги, и книгу последнюю про Хрущёва, и много чего про него знаю, в общем, как мне казалось. А вдруг я задал себе вопрос, на который, может быть, у вас есть, наверное, ответ. А когда он прозрел? Когда он... От Сталина вы имеете в виду? Когда у него шоры спали? У Миша он оставался до последнего. Нет, он был безумным сталинистом, одним из главных. И, в общем, он... И я это и в книге описываю, как Нина Петровна, несмотря на то, что она была очень уверенной большевичкой, она как-то так не воспринимала любовь к Сталину как полную необходимость. У него как раз была больше любовь к партии, то есть партия решает. И она даже с иронией говорила, что вот он только... Он нам все уши прожужжал о том, какой Сталин милый, заботливый и приземлённый, и так далее. Во время войны, я думаю, я думаю, что после Харьковской операции в 43-м году провальной, в которой Хрущёв участвовал, а потом Сталин их всех обвинил, тех, кто ей руководил, хотя, в общем, её продолжать, там историки дискутируют, но вот по тем документам, которые я видела, всё-таки Сталин хотел любой ценой вот это всё, что мы за ценой не постоим же никогда, вот к вопросу о миллионах жизней, потерянных во время войны. И тогда, видимо, начался первый переворот, а потом уже в 44-м году, когда освободили Киев, и Хрущёв ездил по Украине, вернувшись на свой пост первосекретаря ЦК КПСС Украины, и видел просто совершенно невероятную разруху, смерть, абсолютную смерть этой страны, этой тогда республики, и писал в Москву, что не надо Украины всё забирать, им нужно оставить, это не дойная корова и так далее. А Сталин им отвечал, что если вы будете продолжать такие ревизионистские жалобы, то мы тоже с вами разберёмся так, как мы обычно разбираемся с врагами народа. И я думаю, что вот именно это, потому что он всё-таки думал, что народ, потерявшись столько всего, действительно войну, которую на плечах вынес народ, заслужил поощрений, а никаких поощрений никому не дали, а наоборот стали из народа тянуть ещё больше. И вот тогда, я думаю, началось просветление. И когда Хрущёв вернулся в Москву в 1949 году окончательно, тогда он уже увидел старого Сталина, который уже просто был тенью, ну не тенью, но во всяком случае таким параноидальным, даже параноидальной тенью самого себя, и как потом Хрущёв... Ну, в общем, эту власть, этого Сталина довольно трудно было уважать. Нина Хрущёва, профессор университета новой школы в Нью-Йорке, в программе «Вдох-выдох», которую вел я, Виталий Дымарский. До встречи, всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова